Музыка Чита Мамчур давно известна и уважаема в Муравленко. Портреты педагогов детской музыкальной школы Светланы Викторовны и её мужа Ивана Фёдоровича были размещены на городской доске почёта, а в ежегодной премии «Человек-года» супруги взяли аж две статуэтки. В прошлом году семье Мамчур вручили медаль за любовь и верность. Сегодня программа «Домашний очаг» в гостях у семьи Мамчур. Светлана Викторовна, Иван Фёдорович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как начиналась ваша история. Наша история началась 27 лет назад, даже больше немножко. А познакомились мы в Карелии, в Петрозаводске. Поскольку мы там учились, в консерватории. Ну, я на год раньше приехал, супруга позже. И познакомились мы в общежитии. Как ни странно, для студентов, конечно, общежитие – это дом родной. И Светлана была старостой в нашей секции. Ну, а дальнейшее развитие событий уже непосредственно наших отношений, также как-то началось оно весной-то было, я помню. Мы любители прогуляться на свежем воздухе. Хотя у студентов времени, как сами понимаете, очень мало. Но мы находили это время, ходили к роднику по воду, там чистая вода очень такая. И мы вот с фляжечками, с бутылочками ходили. И как-то один раз мы пошли вместе, и как-то мы с ней вдвоем остались. Вот ребята пошли вперед, мы немножко как-то отстали. И начали вот как-то общаться друг на друга, так посматривая. А вроде бы это самое, что-то вот застучало внутри, как-то заволновались. Хотя, можно сказать, мы больно-то и не дружили с ним, вот как раньше, да? Вот дружит год, два, там, три. И нет, мы узнавали друг друга, можно сказать, в общежитии. Я, например, вот хотела, чтобы по жизни у меня был такой человек надежный, честный, уважительный. Вот. И что мне нравилось в его качестве, то, что он был очень чистоплотный. У них комната была, но до такой степени идеально чистая, что туда вот просто вот все как санитарная обработка прошлась. И если молодую студентку будущий муж покорил трудолюбием и аккуратностью, то Ивана в девушке привлекла скромность. Даже сейчас она стесняется, вот когда кто-то незнакомый, там, посмотрите ей в глаза, ну, я смотрю, она уже как бы привык, что она может мне моргнуть уже. Тогда нет. Она сразу прятала глаза, то есть воспитание дает о себе знать, понимаете? За рождающиеся отношения молодые люди проверили расстояние. Иван, получив работу в музыкальном училище на родине Светланы в Йошкарале, уехал почти на год. Когда он приехал в Йошкаралу, ну, я была под опекунством у своей тети, а тетя у меня такой советской закалки, она заслуженный учитель, она была директором школы начальной, и она очень строго держала это. Ее нужно было подготовить. А я же тоже тогда сама не знала, что я вообще замуж собираюсь выходить. Я не знала, что ты собираюсь. Да, и он не знал, что он женится. И так получилось, что вот, когда я привезла его... Мы приехали. Да, мы приехали. Зашли в квартиру. Она была там. И мне нужно было сразу же ей сказать так, чтобы было понятно. Я такая говорю, тетя Шура, познакомьтесь. Это мой будущий муж Ваня. Он чуть у меня не упал тогда. Я чувствую, что я и сама не ожидала, что я так скажу. Но он был ошарашен. И уже потом он как-то... Он созвонился с мамой, с родителями, со своими братьями, с сестрами. Я убедительным взглядом ей посмотрел, что... Это уже, наверное, так и будет. Да, действительно, это серьезно. Она мне поверила. Свадьбу молодые сыграли на Украине, откуда родом глава семьи. Пышное торжество собрало под одной крышей многочисленную родню, друзей и соседей. Свадьбу нам устроили такую. Не менее ста человек, наверное, было. Большая часть свадьбы была. Представляете? Ну, потому что у нас родня очень большая. У мамы... Мамы семьи многодетной там их шесть человек. У мамы... У нас десять детей. У мамы и сестры старше десять детей. У там... У брата там то же самое. В общем, родня очень большая. Родственников много. Свадьбу сыграли замечательно все. Всем очень понравилось. Но, правда, перед этим мы еще расписались. И в день свадьбы мы венчались в храме. Потому что это... Ну, я сразу знал, я с детства знал, что это нормально, это принято так венчаться сразу в день свадьбы, либо там на следующий день свадьбы. То есть это у нас на Украине как бы в основном так и делается. И я считаю, это правильно делается, поскольку брак должен в первую очередь скрепиться на небесах. В Муравленко-Чита мамчур переехала уже вместе с маленьким сыном Назаром. Решение о смене места жительства далось нелегко. А северный город казался поначалу неуютным и неприветливым. Сейчас о своих переживаниях супруги вспоминают с улыбкой. Иван и Светлана мамчур посвятили педагогической деятельности более 30 лет. С музыкой они шагают по жизни буквально с самого рождения. Домра стала ее призванием и судьбой, считает Светлана Викторовна. Первое музыкальное образование она получила в музыкальной школе-интернате для одаренных детей в Йошкар-Оле. К нам в школу, в сельскую школу, приезжали преподаватели из музыкально-художественной школы-интернат по набору детей из сельской местности. Вот таким способом я, в принципе, попала в этот интернат. Стала учиться на таком музыкальном инструменте, как домра, которого я вообще не знала, потому что в тот момент у нас набор был на инструменты народные и духовые. Все как бы шли на боя, но я думала, тоже пойду на боя. А когда нас стали проверять уже отдельно каждого, то моя учительница Дэна Андреевна, она звала меня к себе и попросила показать ей мои пальчики. Смотрела и говорит, какие, говорит, маленькие, хорошенькие пальчики, как раз пойдет, говорит, на домру. Окончив музыкальное училище и Петрозаводскую государственную консерваторию, Светлана приехала в Муравленко и сразу устроилась в детскую музыкальную школу преподавателем. Сейчас на счету у педагога 16 выпусков, десятки выпускников, и к каждой талантливой душе ей удалось найти подход. Когда у ребенка получается, даже немножко что-то получилось, нужно обязательно его похвалить. Потому что это ему дает такой стимул, что у него все получится. И как бы трудно, тяжело не было, все равно продвигается вперед маленькими шажочками, но все равно мы идем. Лауреат премии губернатора, обладатель знака «Серебряная Гагара» Светлана Викторовна не только передает свой опыт детям, но и успешно подтверждает профессионализм в конкурсной деятельности. Кроме этого руководит ансамблем дамристов «Сувенир», который несколько лет назад получил звание «Образцовый». Когда ты получаешь со всего этого и результат, то ты как-то и про усталость свою забываешь, и про выгорание тоже. То есть ты продолжаешь опять в том же духе и в том же направлении. Еще в школьные годы Иван Мамчур увлекся игрой на скрипке. Но отдав этому инструменту несколько лет, он вдруг осознал, что по нраву ему совсем другое. У нас в деревне на свадьбах играли музыканты-духовики. И с этого все и началось серьезно. То есть я настолько влюбился в духовой инструмент. Мне так нравилось, как они играют красиво. Мне так нравилось, как они с душой, это казалось тогда, что ну как музыку можно играть? Вот 4-5 инструментов, а звучит такой, как будто оркестра такой большой. И в 8 классе это уже было, 14 лет мне было, я записался в духовой оркестр на трубу. И уже спустя 7-8 месяцев мы уже играли на параде, где я играл партию первого корнета, это очень ответственная партия, марши, ну и когда мы останавливались там возле ДК, мы играли там вальсы еще, танго, я помню что-то такое вот. Поэтому я серьезно взялся за трубу. И после вот года игры в духовом оркестре, это оркестр при вообще образовательной школе был, я решил поступать в музыкальное училище. Хотя изначально я хотел стать преподавателем начальных классов. После окончания консерватории я попал в Ешкар-Алу, где работал в музыкальном училище преподавателем, в оперном театре, в оркестре, в симфоническом играл. Ну и еще в музыкальной школе я успевал еще, и в музыкальную школу ездить, где у меня были детки и ученики. 7 лет я отработал в Ешкар-Але, и почему-то опять мне вспомнилась Карелия, красота, север. Почему-то он меня начал опять напоминать, что все-таки что-то там интересное, что-то вот свое, что-то меня тянет туда, природа, что-то такое. Хотя знал, что это не просто, а это сложно. На протяжении многих лет Иван Федорович учит юных муравленковцев игре на медных и деревянных духовых инструментах. Вырастил немало ярких музыкальных личностей. Детей не обманешь. Это уже постулат, как говорится. Они чувствуют, они не внешне, а внутренне как-то они чувствуют преподавателя. И для того, чтобы быть хорошим преподавателем, мне кажется, в первую очередь нужно любить, во-первых, свою профессию и любить детей. Вот в нашем теле преподавательской деятельности нужно находить общий язык. Нужно дать понять, не то, что дать понять, а нужно показать, что ты профессионал. Наш герой считает, снижать темп в работе нельзя. Он требователен к себе и другим. Его любовь к детям, профессионализм и невероятное трудолюбие приносят результат. А ученики постоянно участвуют в конкурсах самого разного уровня и занимают призовые места. Немало наград имеет и сам преподаватель, но о них он скромно умалчивает. Вот это самое-самое ценное, когда ты радуешься за своих детей. Не то, что ты сам достиг, как ты умеешь играть, а вот что дети, как они играют. А вместе с ними ты играешь и чувствуешь, они тянутся за тобой, они стараются. Вот тут как раз и срабатывает вот это «А давай еще, а давай еще, а еще выше, выше, больше, больше». И это затягивает. А детей таких, хочу вам сказать, немало. Как говорят супруги, их свела и объединила музыка. Плечом к плечу они воплощают в жизнь творческие планы, многие из которых оказываются совместными. Мы друг друга дополняем. Мы придумываем проекты. Мы вместе что-то... У нее коллектив, у меня коллектив. Мы вместе это адаптируем, вместе сводим музыку, ансамбли. Наши дети играют. И это не один раз было. И поверьте, духовые инструменты с народами так здорово звучат. Что касается поддержки, мы всегда друг друга поддержим. Кто, если не я поддержу, или кто, если не супруга, поддержит меня в том или ином каком-то деле. Всегда вместе и всегда рядом. Крепкая и дружная пара не разлучается ни на минуту. Рука об руку любит гулять и любоваться природой. Вместе ходят в храм. Даже хобби свои они делят пополам. Он очень любит рыбачить. И всегда он берет меня с собой на эти рыбалки. Но для меня я как бы немножко в этом не так сильно шипы. Усидчивости не хватает. Усидчивости вот здесь мне усидчивости не хватает. Потому что мне надо что-то делать. А тут, говорю, вот сидишь с этой удочкой и смотришь на нее. Когда там оно клюнет. Нет, ты не права. Не просто сидишь с удочкой, а сидишь на природе и слушаешь пение птичек, кваканье лягушек, если где-то на каком-то небольшом водоеме. Поэтому я беру уже какую-нибудь свою работу. И чтобы вот не сидеть просто... Может вязать, сидеть, она что-то там делаю. Может там заниматься сушкой зелени, тут же ее резать там и складывать по пакетикам. Когда мы приезжаем, тоже вешкрыло, что у нас сада нет, но есть сад у моей кумы. И вот мы к ней когда приходим, и я уже там вот отрываюсь по полной. Свои лучшие качества Иван и Светлана Мамчур передали сыну Назару. Приученный к труду и дисциплине, он с детства занимается волейболом и настольным теннисом, увлекается киберспортом и успешно осваивает профессию лингвиста. Назар, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься? Я, короче, в Москве. Вот уже в Солнечной Москве наконец-то лето потихонечку приходит. Ты уже там несколько лет учишься на лингвиста, правильно? Да, правильно. Я учаюсь в районе Менеплеханово уже четвертый класс. Немножко необычно, конечно, то, что в экономическом возле учишься на лингвиста, но оно вот как-то так получилось. И вот мой четвертый класс уже в Москве пошел. Как ни крути, да, все твое детство тут прошло, Муравленко. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то любимые, особенные места, которые вы вместе с родителями любили посещать? Ну, или любите, любишь до сих пор? Ну, наверное, не то, что даже любимые, это постоянное мое место пребывания по музыкальной школе, конечно, было. То, что я мог после школы пойти к родителям, зайти к ним, тренировку условно. Также, когда я приезжал, я постоянно, постоянно заходил в вот этот комплекс большой спортивный. Вот, я уже не помню, сейчас, как он называется, но заходил туда, потому что всегда, всегда приезжал, всегда ходил на тренировки по волей-полу. Ну, и как было не зайти в докалкурин, конечно. То есть, хотя бы разочек. Каких-то ультра-любимых мест нет. Есть места, наверное, более привычные, которые из детства были, вот, как, например, стадион на четвертой школе, где все ребята собирались, особенно летом. Все приходят, просто сидят, что-то на поле бегают. Такие памятные моменты. Вот, раз мы начали говорить о детстве, вспоминать о ВОО, есть ли какие-то еще яркие такие события, моменты, которые ты можешь вспомнить? И вообще, в целом, что бы ты хотел, что ты можешь сказать о своем детстве, каким оно было, каким это было время? Время было далекое, во-первых. Счастливое? Да, конечно, конечно, счастливое. Наверное, мое детство, если мы прям берем, когда мы там было 4-5, где-то так, я уже начал привыкать к сцене, то есть я даже выступал, такая Украина. Когда я перешел в школу, я обучался в первой школе у нас, то у меня был суперский класс, я до сих пор общаюсь с ребятами из этого класса, вот, то есть спустя года, спустя десятки лет мы все еще общаемся. Ну и с детства, вот, наверное, одни из самых таких приятных чувств это тренировки по настольному дэнсу. Уже очень много мне это дало, очень много хороших людей, очень много характера, в том числе. Вот, так что, да, такие-таки. Детство крутые. Вопрос, который чаще всего задают твоим родителям, они на него уже ответили, вот интересно сейчас твой ответ послушать, почему ты не стал музыкантом? Почему не продолжил династию, не пошел по стопам родителей? Я тоже не знаю. Наверное, самым простым ответом будет то, что меня всегда спорт больше привлекал. То есть, опять же, я с первого класса ходил на настольный теннис, потом я пошел в волейбол. Как-то оно так сложилось. Жалею ли я об этом? Ну, наверное, не жалею, но было бы круто. Конечно, было бы круто, если бы я умел, там, условно, на саксофоне играть и тому подобное. Ну, кстати, всегда у меня время есть научиться, у меня саксофон есть здесь. Вот. То есть, просто оно так вышло. Просто, видимо, спорт меня в конкретный момент моего детства, в конкретный момент моего становления как личности, он меня зацепил больше. Послушай, что вот за интересный факт мне рассказали родители, что ты их до сих пор называешь на «вы»? Ну, это 50-50, так скажем, правда. Вот. У нас, как бы, есть родственники на Украине и там это принято, так скажем. То есть, тем более, это такая маленькая деревушка и там, естественно, все это принято. Мне это перетекло просто как-то по наичию и я, ну, наверное, не постоято я их так называю, то есть я и с папой, и с мамой могу на «ты» спокойно обратиться, но это не то, чтобы я их постоял на «вы», вот как-то так, нет, конечно. Для меня родители также являются иными друзьями. А, слушай, расскажи, пожалуйста, о своих родителях. Может быть, это будет какая-то основная черта характера. В общем, расскажи им. Все, что они делают, они делают от чистого сердца. Будь то воспитание меня и отношение ко мне, будь то работа, будь то какие-то просто бытовые вещи, они все всегда делают от чистого сердца, они всегда выпадываются на 100%, то есть они невероятные трудяки. Это и ко мне перешло, потому что, ну, если я берусь, я не могу по-другому как-то сделать, если я не выложусь. Они очень, они очень пытаются залежаться в людей, им всегда нравится, когда люди идут им навстречу и при этом они сами расцветают и хотят вот эту свою энергетику, которая в них есть, они хотят посылать ее вовне. Будь то дети, будь то просто люди, находящиеся вокруг них. Хочу тебя спросить, есть ли у тебя какие-то остальные принципы, там, не знаю, жизненные постулаты, которые тебе родители передали и ты сейчас их используешь? Есть, наверное, один краеугольник, от которого исходят все остальные, это просто быть хорошим человеком. Конечно, понятие такое вот, объективное, субъективное, его можно по-разному рассматривать, но я пытаюсь быть настоящим, то есть я не пытаюсь как-то надевать на себя маску, не пытаюсь строить из себя кого-то. Я пытаюсь быть настоящим, я пытаюсь стараться по-человечески относиться к людям, наверное, так, как хотел бы, чтобы ко мне относили, я стараюсь и к людям. То есть я не боюсь проявлять эмоции, чувства к людям, я не боюсь быть честным, прямолинейным, то есть все это исходит из понятия того, что я настоящий и от того, потому что я просто стараюсь быть хорошим человеком. Муравленко стал для супругов родным городом, которому они посвятили жизнь и творчество. А детская музыкальная школа – домом, где ценят и уважают за отзывчивость, усердие и желание достигать только самых высоких результатов.